Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, мы бы рекомендовали это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто, в том числе и обзоры на различные модели машин, как в формате тест-драйв, так и в формате обзоров технических, где мы подробно проговариваем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Те из вас, кто уже давно подписан на наш канал, знают, что наша компания занимается продажей поддержанных автомобилей в городе Новосибирске. А поскольку занимаемся мы этим уже достаточно долгое время, у нас накопилась своеобразная статистика по наиболее популярным моделям. А одним из самых хорошо продаваемых автомобилей в классе кроссоверов долгое время был и до сих пор остается Nissan Murano в кузове Z51. Эта машина, которая появилась в 2008 году и продолжала оставаться на конвейере вплоть до 2015-го, что предлагает за свои деньги очень и очень неплохое сочетание комфорта, динамики и качества. Так получилось, что сегодня у нас в руках оказался автомобиль третьей генерации в кузове Z52. И мы решили вместе с вами посмотреть, что этот автомобиль приобрел по сравнению с предыдущим 51-м кузовом, а что, возможно, утратил. В следующие несколько минут обзора мы посмотрим эту машину изнутри и снаружи, немножко поговорим про техническую часть, а также осмотрим автомобиль снизу с подъемника. Встречайте, Nissan Murano Z52 третье поколение. Третье поколение Nissan Murano появилось на рынке Соединенных Штатов Америки в 2014 году. Еще два года ушло у компании Nissan на создание локализованного производства полного цикла в России. И ближе к концу 2016-го первые экземпляры покатились в салоны официальных дилеров. Будучи новым, этот автомобиль привлекал своих покупателей хорошим соотношением цены, комфорта и оснащенности. Будучи значительно дешевле, чем, например, главный конкурент из Toyota, модель Highlander. Отчасти благодаря ценовой политике, эта машина достаточно большим тиражом разошлась по просторам нашей родины. И теперь представлена на вторичном рынке, причем достаточно неплохо. Производство данной модели завершилось к 2022 году. Что касается выбора агрегатов под капотом, Murano мог продаваться на российском рынке в двух ипостасях. Первая это чисто бензиновая машина с двигателем V6 объемом 3,5 литра на 249 лошадиных сил вариаторной коробкой передач. И впервые в истории модели опционально передним приводом, если речь идет про базовые комплектации. А также была доступна гибридная версия, под капотом которой размещался четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра. Плюс вариаторная коробка, плюс электромотор. Такие машины были только с полным приводом, а суммарная мощность силовой установки была в районе 234 лошадиных сил. Наш сегодняшний экземпляр это автомобиль 2017 года выпуска. Под капотом 3,5 литра, вариатор, полный привод и максимальная комплектация. Nissan Murano изначально не относился к классу компакт-кроссоверов. И третье поколение в этом плане не исключение. Габаритные размеры этого автомобиля достаточно солидные. Длина кузова 4 метра 89 сантиметров, ширина 1 метр 91, а высота 1 метр 69 сантиметров. Колесная база при этом достаточно большая, 2 метра 82 сантиметра. А что касается снаряженной массы, для таких габаритов она довольно скромная. Около тонны 800, при этом максимально разрешенная масса это почти 2 тонны 300. При этом с обычным бензиновым двигателем 3,5 литра этот автомобиль разгоняется до первой сотни за 8,2 секунды. А максимальная скорость составляет 210 км в час. Что в целом можно назвать весьма неплохими динамическими характеристиками. Что касается качества и толщины лакокрасочного покрытия, то окрашен третьим ураном на самом деле довольно тонким слоем. На большинстве подобных автомобилей показания толщиномера будут варьироваться в диапазоне от 80 до 100, максимум 110 микрон. Однако цвести и ржаветь металл третьих муранов в местах повреждения лакокрасочного покрытия отнюдь не спешит. На руку модели здесь играет еще и то, что самым пожилым российским мураном на данный момент едва исполнилось 7 лет. Поэтому говорить о каких-то очагах коррозии на автомобиле пока преждевременно. Правда это не отменяет необходимости внимательно осматривать кузов машины при покупке, в том числе и снизу. В конце концов никто не отменял возможность купить подобную машину после серьезного ДТП. Обзор автомобиля внутри по традиции начинаем с осмотра багажного отделения. Тем более, что Nissan Murano вполне претендует на роль единственного полноразмерного авто в семье. Доступ в багажник нам открывает большая увесистая крышка, оснащенная электроприводом. И первое, что обращает на себя внимание, по сравнению с предыдущим кузовом багажник вряд ли стал больше. Это касается прежде всего его глубины. Здесь все такой же высокий уровень пола. При этом проем достаточно ровный в плане своей ширины. И по средней части она составляет порядка 114 сантиметров. Длина полезного пространства багажника при поднятых спинках задних сидений это чуть меньше чем 90 сантиметров. Порядка 89 сантиметров. При этом, как и на предыдущем кузове, на 51-м вы можете сложить спинки сидений прямо из багажника. И в этом случае, конечно, полезная длина возрастает до 1,90 метра до спинки переднего кресла. Ну, а если вам приспичит перевести что-то узкое и очень длинное, и груз вы протолкнете до самой передней панели, то длина перевозимого имущества может быть до 2 метров 45 сантиметров. Из дополнительных удобств по багажному отделению это плафон освещения слева, розетка 12-вольтовая с правой стороны. Также здесь присутствуют крючки для закрепления груза. Под резиновым ковриком на полу у нас все такие же, ровно той же формы отделения под разного рода мелочевку по левой стороне. И штатный набор инструмента справа. Под центральной частью же у нас, как и раньше, скрывается полноразмерное запасное колесо и сабвуфер аудиосистемы, что, собственно говоря, и обуславливает высокий уровень пола в багажнике этого автомобиля. Ну, а теперь поговорим, наверное, про самую интересную часть этого автомобиля, про салон. Надо отметить, что чисто субъективно, попав в салон 52-го кузова, можно испытать ощущение, что по сравнению со своим предшественником, места здесь стало меньше, по крайней мере, в том, что касается высоты. Но вот сам дизайн приборной панели и вообще всего, что вас окружает, в данном автомобиле стал все же однозначно интереснее. Что касается посадки, то за рулем этого авто у любого водителя не должно возникнуть каких-то проблем в плане запаса регулировок кресла и рулевой колонки. Руль, естественно, имеет электрическую регулировку в нашей комплектации, причем в достаточно широком диапазоне. То же самое касается и регулировок водительского кресла, которые, естественно, также электрифицированы. И если я со своим ростом 1,86 м отодвинусь до упора назад и уберу кресло вниз, я свободно вытягиваю левую ногу в колени и при этом едва-едва достаю носочком до пола. Однако более удобный вариант посадки в моем случае все же будет выглядеть так, когда сидение находится примерно в промежуточном по высоте положении. В нашей комплектации, кстати, сидение водителя имеет память на два положения. Сами кресла по сравнению с предыдущим кузовом Murano Z51 стали немножко жестче, но при этом обрели профиль, причем довольно четко выраженный. Это касается как боковой поддержки, так и, собственно, поддержки на самой подушке сидения. В целом нужно отметить, что посадка здесь очень удобная. И по отзывам владельцев подобных автомобилей, Nissan Murano 52 кузов, это та машина, которую, в принципе, очень целесообразно использовать для дальних поездок по трассе. Что касается разного рода клавиш, кнопочек и органов управления. На самом деле здесь, несмотря на достаточно большое количество клавиш управления, все сгруппировано довольно логично. Но есть пара небольших вопросов к тем, кто подбирал комплектацию этих авто. В частности, среди всех стеклоподъемников в автомобиле только водительский имеет автоматический режим. Что достаточно странно, учитывая, что у немецких автопроизводителей даже в бюджетных автомобилях типа Volkswagen Jetta вполне можно встретить полностью автоматические стеклоподъемники по всем стеклам. Да, и Toyota на внутренний рынок, на минивэне VISH, например, которая никаким образом не относится к премиальному сегменту, также использует все четыре автоматических стеклоподъемника. Далее, с левой стороны от руля у нас, как и в 51-м кузове, располагается ряд клавиш. Это подогрев рулевого колеса, клавиша включения-выключения системы стабилизации, кнопка открытия багажника, кнопка включения-выключения эко-режима и клавиша, управляющая омывателем фар. Здесь же, по левой стороне, внизу панели, кстати, приютилась и одинокая клавиша управления подъемом спинок заднего сидения. На предыдущем кузове на каждую половинку сидения была своя кнопка, причем подняты они были гораздо выше. Ну, видимо, здесь дизайнеры интерьера посчитали, что это несколько второстепенная функция. Зато к расположению клавиш управления круиз-контролем, мультимедиа и телефоном на рулевом колесе вопросов нет вообще никаких. Все расположено довольно удобно и ни к одной из них не приходится тянуться. Дисплей мультимедийной системы здесь очень большой по объему и также содержимое этой самой мультимедиа довольно логично сгруппировано. Здесь у нас и навигация, и управление телефоном, и аудиосистема, и так далее. Плюс по отдельной клавише можно вывести на монитор изображение с камер кругового обзора. Причем всем этим делом здесь реально удобно пользоваться, в отличие от Qashqai в первом кузове G10 с подобной опцией, где все те же самые картинки размещались на, не в пример, куда более маленьком мониторе. И в нижней части панели у нас блок управления системой климат-контроля. Климат-контроль в автомобиле двузонный, левая и правая стороны могут регулироваться отдельно. Здесь все в принципе привычно и обычно. За исключением того, что при выключении зажигания гаснет подсветка клавиш, и все это превращается в одну сплошную черную панель. Ниже у нас располагается кнопка запуска остановки двигателя, клавиши управления подогревами и вентиляции в нашей комплектации передних сидений, а также довольно изящно решенная заглушка в прикуриватель. 12-вольтовая розетка. Что касается подстаканников, бардачков и прочих мест для хранения. В центральной консоли у нас есть два четко отформованных подстаканника. Есть очень маленький по своему объему бардачок, причем обшитый внутри материалом, напоминающим отдаленно бархат. Впервые в истории автомобиля Nissan Murano выведен разъем AUX и USB. То есть он видимый, он не прячется внутри основного бокса, а сделан внутри такого маленького дополнительного бардачка. Сам бокс имеет вставыш карман и по глубине достаточно, кстати говоря, большой и объемный. Здесь есть еще одна 12-вольтовая розетка, но сам подлокотник центральный, он никак не регулируется. Сам центральный подлокотник отделан кожей, довольно интересно решен в плане дизайна и удобен в использовании. Основной бардачок в нашем случае похож чем-то на всю ту же двухэтажную конструкцию на предыдущем Murano. Здесь есть отдельный бокс, куда можно разместить штатный кейс с сервисными книгами и инструкциями. Крышка бардачка изнутри отделана нескользящим материалом, также напоминающим бархат. Но вот по объему перчаточный ящик не очень крупный. Ну и в дверных картах по низу есть неглубокие и небольшие по размеру карманы, куда можно поставить какую-то опять же небольшую бутылочку и насыпать мелочок. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Итак, а как обстоят дела на заднем ряду 52-го Murano? В данном случае я сижу сам за собой. Это максимально вертикальное положение спинки сидения. При этом мои колени еще не касаются спинки сидения переднего, хотя запаса пространства здесь уже очень немного. Можно сказать, что его практически нет. Наклон спинки сидения здесь, как и на 51-м кузове, регулируется при помощи своего рода хлястика, потянув за который вы можете отклонить сидение достаточно сильно назад, практически заняв лежачее положение. И тогда ехать на дальняк здесь становится не в пример удобнее. Если передние кресла 52-го Murano стали куда существенно более профилированными, чем на предыдущем кузове, то к заднему дивану это, к счастью, не относится. Здесь такая же плоская середина, позволяющая разместить третьего пассажира, причем достаточно удобно. При этом здесь нет никакого тоннеля на полу, пол абсолютно ровный, поэтому с размещением третьего взрослого здесь не будет проблем. Если же едут только два человека, здесь присутствует подлокотник в центральной части с довольно-таки удобным подстаканником, хотя и не под большой диаметр стакана. Есть собственные дефлекторы вентиляции у задних пассажиров, так же, как и на предыдущем кузове, подогреваются задние сидения, причем в двух положениях здесь присутствуют два разъема, это USB и HDMI для подключения своего внешнего устройства для штатной системы DVD-проигрывателя, отдельный USB-разъем для зарядки и, собственно, мониторы в подголовниках. Так что на данный момент это, пожалуй, самая лояльная к задним сидокам машина из всего, что мы снимали за последнее время. Завершая разговор про салон 52-го Мурана, стоит упомянуть и про обзорность. На переднем сидении с обзорностью в этой машине все в порядке, хотя заметно, что линия остекления здесь стала выше, чем это было в 51-м кузове. Лобовое стекло здесь также имеет куда больший наклон и, соответственно, изнутри смотрится более узким. Но с обзорностью спереди никаких вопросов нет. Что касается обзорности для задних пассажиров, то здесь уже вступает в дело высокая линия остекления. Стекла здесь действительно мало и субъективно меньше, чем было в 51-м кузове. Поэтому, если вы планируете возить на заднем сидении 52-го Мурана детей, мониторы будут как нельзя. Кстати, чтобы ваши задние пассажиры не скучали в долгой дороге. Что касается подкапотного пространства 52-го Мурана, то на первый взгляд, по сравнению с предшественником 51-м кузовом, просторнее моторный отсек этого автомобиля явно не стал. Что касается содержимого, то здесь может располагаться один из двух вариантов силовой установки. На гибридных версиях этого автомобиля 234 лошадиные силы суммарно с электромотором под капотом располагается рядная четверка QR25DER. Это разновидность хорошо известного и достаточно старого двигателя, в паре с которым работает довольно интересная вариаторная трансмиссия, в которой вместо гидротрансформатора установлен электродвигатель и два сухих сцепления. Гибридная трансмиссия – это вариатор от фирмы JATCO с маркировкой GF018E. Подобная трансмиссия стоит на Nissan Sirene в 27-м кузове и даже на Mitsubishi Outlander PHEV. К плюсам гибридного Мурана можно отнести, пожалуй, более низкий расход топлива, чем у обычной бензиновой версии. А к минусам – несколько худшую по сравнению с бензиновым V6 динамику. Таких автомобилей на вторичке немного, и если уж вы задались целью купить гибридный Мурана, не поленитесь потратиться на диагностику в профильном сервисе. Что касается бензинового, более распространенного агрегата, то мотор – это все тот же старый добрый VQ25DE. Алюминиевая рядная шестерка с фазовращателем на впускном валу, цепным приводом ГРМ и без гидрокомпенсаторов в клапанном механизме. По регламенту регулировка зазоров клапанов производится раз в 100 тысяч километров подбором толкателей. На практике мало кто из владельцев Мурана этим вообще заморачивается. То же самое касается и цепей привода ГРМ. Чей ресурс, по идее, это около 250 тысяч километров, но, опять же, встречаются автомобили, пробежавшие гораздо больше, где цепи еще на замену не напрашиваются. В отличие от кроссоверов других брендов, на двигателе Мурана нет никаких новомодных сложных систем. Здесь нет ни турбонаддува, ни непосредственного впрыска топлива. По части технических решений этот автомобиль вполне консервативен. И это, на самом деле, неплохо. По сути дела, возможно, самой распространенной проблемой данного агрегата можно назвать наличие на автомобилях с большим пробегом расхода масла на угар, причиной которого на ВК-35ДЕ зачастую становится либо керамическая пыль, повреждающая зеркало цилиндра, после разрушения катализатора, первая пара которых располагается на данных агрегатах практически вплотную к выпуску. А второй момент связан с залеганием маслосъемных колец. Как правило, подобное происходит либо вследствие перегрева силового агрегата, который, кстати, алюминиевая шестерка не очень любит, либо вследствие крайне длинных интервалов замены масла, когда на обслуживание двигателя владелец откровенно забивает. Вообще, практический ресурс этого двигателя доходит до 400 тысяч километров. Если следить за машиной, менять масло вовремя, а для данных агрегатов интервал замены масла это 7-8 тысяч километров, и не лить сюда, что попало. Не забывайте также следить за исправностью системы охлаждения. Возьмите себе за привычку хотя бы раз в сезон обращать внимание на то, в каком состоянии у вас находится основной радиатор системы охлаждения. Что касается коробки передач, что на данном кузове Nissan Murano компания использовала уже новую трансмиссию. Вариатор, который устанавливается в эти кузова, носит маркировку JF-017. И в спецификации для данного кузова этот вариатор цепной. Из интересных особенностей, если предыдущий кузов Murano V51 в ответ на нажатие педаль газа в пол ввел себя как типичный вариатор, то есть набирал обороты до заданных, и после этого разгонялся, подбирая передаточное число без всяких рывков, то в режиме кикдаун на новом кузове вариатор имитирует работу восьмиступенчатой автоматической трансмиссии, причем делает это достаточно шустро. Компания также поработала с передаточными числами, благодаря чему на этих автомобилях по трассе ездить можно с достаточно хорошей экономией топлива. Так, на 140 км в час у этого немаленького автомобиля на тахометре будет порядка 2000 оборотов в минуту. То достаточно немного. Но вот к сервисным интервалам и к качеству заливаемого масла этот вариатор гораздо более чувствителен. Жидкость сюда заливается уже спецификацией Nissan NS3. Это специализированная жидкость для вариаторных трансмиссий, а менять ее с заменой фильтров крайне желательно раз в 40 тысяч километров пробега. На этой коробке, так же, как и на большинстве более современных трансмиссий у прочих производителей, блокировка гидротрансформатора используется очень и очень часто. И благодаря износу накладок блокировки ГТ масло быстро загрязняется. Соответственно, продукты износа из масла следует убирать. Что вы и делаете, меняя рабочую жидкость в трансмиссии. Если к этой коробке относиться нормально, менять жидкость вовремя и не путать свой Nissan Murano с внедорожником, то данный вариатор будет способен проехать под 200 тысяч километров пробега. Ну и перед тем, как посмотреть на 52 Murano снизу с подъемника, давайте поговорим про животрепещущий, про дорожный просвет. Каталожное значение клиренса для данной генерации это 184 миллиметра. Но на практике, если вооружиться рулеткой, видно, что расстояние, например, до металлической, подчеркнем это, защиты от уровня земли порядка 17 сантиметров. Чуть меньше. Но, по сути дела, это низшая точка. Передний бампер находится во внушительных 25 сантиметрах от поверхности земли. При том, что пластиковый грязезащитный фартук чуть ниже, но парковаться к бордюрам, само собой, можно без всяких опасений. Расстояние до порогов также очень солидное. Это порядка 29 сантиметров в передней части и порядка также 29 сантиметров сзади. Ну, а расстояние от края земли до заднего бампера это все 32 сантиметра. Поэтому на данном автомобиле вопросов в плане геометрической проходимости возникать не должно. Но помните о том, что на данной генерации Мурана как и на предыдущих крайне нежелательно пропускать очень уж высокие препятствия наподобие бетонных полусфер между колес. Что касается подвески третьего Мурана, то в данном случае каких-то серьезных изменений в плане концепции подвеска здесь не претерпела. Спереди у нас по-прежнему схема типа Макферсон, а сзади многорычажная подвеска. При этом, если говорить про ресурс компонентов ходовой части, на самом деле он здесь не маленький. И несмотря на то, что передние рычаги выглядят достаточно хилыми на вид, выхаживают они вполне себе серьезные цифры. По сути, на пробегах до 100 тысяч километров владельцы подобных автомобилей сталкивались разве что с необходимостью замены, например, стоек стабилизатора. Ну и кто-то выборочно менял ступичные подшипники. Что касается рулевой рейки, опять же, на пробегах около 100 тысяч километров каких-то проблем собственным владельцам рейка не 100-9 тысяч. Никаких люфтов и стуков в рулевой рейке нет. Кстати, усилитель руля в данном случае электрогидравлический, поэтому о необходимости менять жидкость в системе усилителя рулевого управления нужно не забывать. В задней части автомобиля, собственно говоря, мы видим топливный бак объемом 72 литра. Здесь же у нас муфта подключения в работу задней оси. Принципиально схема не претерпела изменений относительно предыдущего кузова, разве что теперь вы не управляете этим процессом никак всегда в авторежиме. По задней подвеске здесь многорычажка, соответственно, сайлентблоков много за этим хозяйством нужно смотреть. При покупке такого автомобиля диагностировать заднюю ходовку естественно надо, но на пробегах до 150 тысяч вы вряд ли столкнетесь с необходимостью что-то здесь менять. Ну и в завершении еще раз дополним момент с низшими точками автомобиля в плане клиренса. Если в передней части самый низковисящий элемент это защита поддона, то в задней части это выхлопная труба. Поэтому, если вас угораздило оказаться на своем Murano где-то на бездорожье, будьте внимательны, чтобы ничего здесь не оторвать. Таким мы увидели сегодня Nissan Murano 3-й генерации в кузове Z52. Надеемся, после просмотра нашего обзора у вас появилось общее впечатление о том, что представляет собой подобная машина. Если у вас был или есть Murano в подобном кузове, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров и вам есть в чем нас дополнить и в чем нас поправить, укажите все это в комментариях. Ведь людям, которые задумались о покупке подобной модели, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовала конкретная машина, которая была сегодня на нашем подъемнике, есть хороший шанс, что к моменту выхода видео автомобиль все еще будет находиться в продажах. У нас в компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас дополнительную информацию по машине вы можете уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видеороликом. Еще раз благодарим за просмотр. Спасибо, что вы с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале. Пока!